Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как научиться играть в Mortal Kombat 11. И в принципе, эти же советы применимы к другим частям Mortal Kombat и даже к другим файтингам. Мало того, эти советы могут быть полезны и вообще в других жанрах игр. Итак, у вас появился Mortal Kombat 11, и надо бы с чего-то начать. Например, вы можете начать с того, что выберите удобный для себя тип контроллера. Это может быть клавиатура, как у меня, или это может быть геймпад. Не путайте с джойстиком. Джойстик – это палка с кнопками. Такая штука может использоваться, например, в авиасимуляторах. Также это может быть аркадный стик. Такая панель с рычагом слева и кнопками справа. Такой штукой обычно пользуются профессиональные игроки. Они эти коробки ставят себе на колени или на стол и играют. Мало того, существует еще хитбокс. То же самое, что аркадный стик, только вместо рычага кнопки, как на клавиатуре. Да что там говорить, я видел, как на одном профессиональном турнире чувак играл с помощью синтезаторов в какой-то файтинг. Самое главное, если вы участвуете в турнире, например, ваше устройство не должно нарушать правила турнира. Всякие макросы и подобные непотребства, которые позволяют вам, допустим, одной кнопкой проводить целое комбо, это фу и не спортивно. Ну что ж, предположим, с типом контроллера вы разобрались. Он для вас удобен. И вы готовы начинать тренировки. И тут вам надо выбрать любимого персонажа. Не стоит распыляться на всех персонажей, потому что тогда вы толком ничему не научитесь. Да, конечно, вы можете играть за одного персонажа очень хорошо и играть только за него. Но есть одно исключение из этого правила. Вам все равно нужно будет хотя бы немного изучить других персонажей, то есть другие матчапы. Потому что даже если вы хорошо играете за одного персонажа, но не знаете матчапу с другими персонажами, то есть как против них играть, из-за этого вы можете проиграть. Поэтому изучать немного других персонажей все-таки полезно. Но акцентировать внимание нужно на основном персонаже, то есть мейне, мейн персонаж. Как выбрать мейн персонажа? Но тут вы можете руководствоваться разными факторами. Например, вам нравится стиль этого персонажа. Или персонаж легкий и отлично подходит новичку. И в этом нет ничего зазорного. Тем более, что с опытом вы сможете осваивать более сложных персонажей. И возможно, ваш основной персонаж поменяется на другого, более сложного. Однако, перед тем, как выбрать основного персонажа, вам желательно в Mortal Kombat 11 пройти инструктаж. А он там есть. Даже если у вас есть опыт игры в MKX или MK9, желательно все-таки пройти инструктаж, потому что вы не должны пропускать ни малейшей детали новых механик, которые появились в MK11. Чтобы потом не было вопросов, а как это делать? А как делать ролл? А как вейкап делать вообще? А что такое перфект-блог? Вот такого быть не должно. Вы должны все это выучить. В общем, чтобы побеждать, нужно к этому делу подходить как к учебе. Как к чтению методички, например. Не просто зубрить. И как стихотворение потом рассказывать кому-то. А понимать, что ты учишь. Итак, вы прошли инструктаж. Вы знаете про все механики. Возможно, какие-то у вас не получаются, но вы знаете об их существовании. И персонажа вы все-таки выбрали. Вам надо запомнить все его движения, все его нормалы, обычные удары. Кстати говоря, о терминах. Термины файтингов лучше выучить, чтобы потом понимать, о чем говорят, ну, например, в гайдах. Или на турнирах. Загуглите словарь терминов файтингов. И хорошенько его выучите. Да, там могут быть термины совершенно из других файтингов, которые, например, в МК-11 не нужны, да. Но лишним не будет. Как я уже говорил, вы должны запомнить все нормалы, все комбо, спешалы, то есть приемы персонажа, в общем, все его движения. Но их ведь так много, как же это все запомнить? А очень просто. Это будет делать ваша мышечная память. Многократно повторяя приемы в тренировке, вы их записываете в свою мышечную память. Таким образом, ваши руки сами автоматически будут делать тот или иной прием в бою. В сражении с игроками, ну или ботами, вы не должны думать о том, как сделать прием. Вы должны думать о том, когда и какой прием сделать. Ваш мозг должен быть занят анализом ситуации. Ну а руки, мышечная память, будет выполнять те или иные приемы, когда это надо. Конечно, мало избивать болванчика в тренировке, который стоит на месте и ничего не делает. Вы можете задавать ему различные действия, например, присесть, подпрыгнуть, атаковать. И таким образом, вы можете отрабатывать частные случаи, что может произойти в битве. Как контратаковать, какие приемы можно наказывать, какие приемы ненаказуемые. Можно даже записать конкретные действия для болванчика, и он их будет выполнять. Тренировка тренировкой, но этого тоже мало. Да, вы знаете все нормалы персонажа, комбо и прочее. Но как же эффективно составлять эти связки в полноценные оптимальные комбо, которые наносят много урона? Для этого нужно смотреть комбо-гайды и записи турниров. Ведь профессиональным игрокам явно виднее, как лучше играть за персонажа, правильно? А поскольку вы выучили все удары персонажа, то, глядя на комбо-гайд или на запись турнира, вам не нужно будет объяснять, какие кнопки нажимать. Если вы знаете движение персонажей, вы по одному только видео уже поймете, что нужно нажимать, чтобы выполнить такой-то и такой-то прием или комбо. Имейте в виду, что, как правило, в гайдах используются общепринятые обозначения кнопок. Например, 1 и 2 – это легкий и сильный удар рукой, 3 и 4 – это легкий и сильный удар ногой, F – это forward, вперед – B, B – это back, назад – D – это down, вниз, соответственно, U – это up, вверх. Также в гайдах может быть написано Amp, то есть Amplify, усиление. Никаких квадратиков R2 и прочего. Это, наоборот, даже удобнее будет, потому что это общепринято. Зная это, у вас не будет проблем с пониманием того, что происходит на турнире. Если какой-нибудь комментатор скажет «О, that was back 2-2-2», вы сразу поймете, что это было назад 2-2-2, и, скорее всего, речь была об Ernie Black, да? Или, например, «О, that back 4-3 was totally unsafe!» Вам будет понятно, что назад-вперед 3 было несейфовым движением, то есть небезопасным, наказуемым. Ну и, скорее всего, это будет какой-нибудь подкат. Опять же, того же Эрона Блэка или Саб-Зиро. Но с теорией мы разобрались. Ну а как же практика? Практика очень важна. И практиковаться лучше с людьми. Да, можно, конечно, потренироваться на ботах, но дело в том, что у ботов своя логика, свои алгоритмы, своя программа. И она отличается от людей. Бот может просто заранее знать, что вы нажимаете. И, как правило, уровень сложности показывает лишь то, насколько сильно бот готов поддаваться, чтобы вы его победили. Или наоборот, насколько сильно он готов не поддаваться вам. И поэтому он может просто угадывать. Даже нет, не угадывать. Он может заранее знать, что вы нажимаете за долю секунды и просто это блокировать. Человек так не может. Человек может просто не понять, что вы нажимаете, что от вас ждать. Он может не среагировать или среагировать. Может угадать, а может не угадать. В этом и заключается разница. Человека можно обмануть, можно развести на удар какой-то, например, да? Можно блефовать. Человек может подумать, что вы не сделаете ему захват три раза. И он может не так среагировать. А боту все равно. Практиковаться лучше с более сильными игроками. Но старайтесь сделать так, чтобы пропасть между вашим скиллом и скиллом противника не была слишком огромной. Потому что иначе вас просто будут бить как тряпку, вы ничего не сможете сделать, вам даже не дадут нормально упасть. И вы не поймете ничего и не сможете извлечь урок из ошибки в бою. Просто ищите противников, которые посильнее вас, но не бесконечно сильные по сравнению с вами. Постепенно вы будете становиться сильнее, ваши противники тоже не будут стоять на месте. Они тоже будут повышать свой скилл. Соответственно вы будете повышать свое умение играть и будете все сильнее, сильнее, сильнее становиться. И последний момент на сегодня. Психологический момент. Никто не любит проигрывать. Никто, ни одна живая душа этого не любит. Соответственно может быть страх проиграть. Это может мешать вам играть в принципе. То есть во время боя вы можете волноваться, совершать ошибки какие-то, быть невнимательными. И это даже до боя в игре может вам помешать. Вы просто не захотите заходить в игру, дабы не испытывать страх проигрыша. Не надо стесняться проигрывать. Да, нужно конечно стараться побеждать, но на проигрыши стоит реагировать спокойно, как на данность. В поражениях нет ничего позорного. Проигрывали абсолютно все. Нет ни единого профессионального игрока, который никогда бы не проигрывал. Проиграть может кто угодно, даже тот самый знаменитый Соник Фокс. Непобедимых нет. Как наверное и нет предела совершенства. И потом удачу в сражениях тоже никто не отменял. Удачно угадал прием и раз ты выиграл, например. Рациональное мышление в файтингах вещь очень важная. Потому что, пример, был такой случай на каком-то недавнем турнире, когда один игрок сделал Мерси второму игроку и из-за этого проиграл. Я не знаю, в чем был прикол это делать. Может быть, просто надо было похвастаться. Но я уверен, что это очень обидно. И лично я бы не стал так рисковать, тем более на турнире. Вспомните мой момент из видео про битву против Кана, который сделал мне Мерси и в ответ Мерси не получил. Противник не должен на вас психологически влиять. Все вот эти вот приседания, там, пощады. Нет, вы не должны обращать на это внимание. Вы должны быть сконцентрированы только на том, чтобы постараться победить. Вам сделали Мерси и вы думаете, чем я хуже, я тоже могу сделать? Нет. Это будет неправильный ход. Да, чуть не забыл. Это нужно было сказать, конечно, пораньше, но настройте управление так, как вам удобно. Лучше поздно, чем никогда об этом сообщить. Ну и, конечно же, отбросьте популярные предрассудки, такие как Не бей противника в углу, не спайм одним приемом, не спайм одним комбо и тому подобное. Не выбирай имбу, не играй за Гераса или не играй за Нуб Сейбота. Это все нужно отбросить. Вы имеете право играть за кого угодно, и вы имеете право в игре использовать все приемы, которые были придуманы разработчиками, и эти приемы вы можете использовать в любой последовательности. Если вам кажется, что для победы вам нужно кинуть в противника магию 20 раз подряд, So do it! Just do it! Если вы пришли в игру только лишь для победы, то знайте, что противники вас жалеть не будут. Соответственно, и вы противника жалеть тоже не должны. Ну что ж, друзья, распространяйте данный видосик, потому что, мне кажется, он получился очень полезным и информативным. Он поможет новичкам очень и очень. И мне, друзья, таким образом вы поможете развивать канал дальше и выйти на новый уровень развития. Ну и, конечно же, по традиции, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И комментируйте это видео, потому что у вас явно есть свое мнение, и мне интересно было бы его выслушать по поводу услышанного вами материала. Ну и, конечно же, на аннотации кликать не забывайте, ибо другие видосы тоже надо бы на посмотреть вам. Ну, а с вами был Некрос. Надеюсь, что данное видео было для вас интересным. Всем спасибо за просмотр, за прослушивание. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok